всем привет с добрым утром у нас уже не утро у нас уже около 12 часов но я встала сегодня как обычно в пол восьмого погода сегодня хорошая но прогноз меня не обрадовал я посмотрела прогноз на неделю и солнечный день у нас сегодняшний и завтрашний а потом опять начинается целая неделя куда дождя там временами опять снег показывает в общем я не знаю это поездка конечно в питер очень с погодой меня подвела но возможно этот прогноз не сбудется я на это надеюсь у нас сегодня план такой мы с сашей поедем в центр новую голландию сколько лет она уже построена и там ни разу еще не было как раз такие здания удобно там где детей все предусмотрено в общем поедем туда договорились мы с ней встретиться у иссяковского собора и оттуда мы пешочком прогулочкой пойдем да не сейчас спит вот он проснется я его соберу и мы поедем в принципе вроде солнце светит на улице но какой-то ветер я не знаю саша сказал что в центре у них вроде ничего никакого ветра нету я надеюсь что его нету потому что я уже устала от этого холода хочется просто погулять в приятной погоде такое хорошее настроение прям приятно я не знаю вот солнце начинает синить реально только в петербурге в Ереване к солнцу относятся абсолютно посредством то что там каждый день практически очень часто а в Питере так как оно редко бывает прямо каждый раз когда ты встаешь с утра и видишь солнце за окном прям настроение поднимается у меня только от этого так приятно кстати мы получили фотографии с нашей фотосессии сейчас встали пару фотографий фотки получились достаточно милые если бы я конечно не выглядела вот так и прямо смотря на эти фотки мне так сложно себя принимать воспринимать я не знаю мне вес после родовой он до сих пор не уходит то есть я за всю беременность практически набрала 11 килограмм и я так радовалась что у меня все хорошо я питалась принципе нормально у меня не было там приступов обжорства какого-то или что-то в этом роде и за последние три недели просто плюс 3 килограмма прибавилось я опухла ужасно у меня прям это была именно отечность то есть я прям опухла по другому не могу сказать и сразу после родов у меня ушли 11 килограммов как бы я выписалась из роддома и буквально там в течение недели вот эти 11 килограммов ушли а вот эти лишние три они вот так и остались то есть я до родов до точнее до беременности и так была такая не худенькая то есть толще чем обычно и еще получается что после того как основной этот вес после беременности ушел все равно три лишних килограмма прибавились на вот это и так лишний вес в общем я так ну сейчас достаточно жирненькая больше чем обычно и в целом мне все говорили вот ты будешь кормить грунт и все эти программы уйдут и начнешь таять на глазах там бла-бла-бла вот это вот все я ну как бы я себя скажем у меня не особо хватило с на эту тему первые там три месяца ну идут и уйдут я понимала что тело надо восстановиться организму и ничего такого там нет но на данный момент сейчас уже прошло полгода труда не исполнило 6 месяцев а эти килограммы так до сих пор и не ушли получилось так что когда дав начал забирать у меня по утрам дании я начала немножечко высыпаться у меня сразу же ушло из этих лишних там два килограмма просто за неделю они ушли еще так удивилась оказывается видите как сон на самом деле влияет да и по поводу питания вот даже если я ем тому папы тортики и всякое такое у меня конкретный дефицит калорий то есть я ем намного меньше чем раньше я то есть я ем если к моим к моей комплекции и плюс кормление грудью да мне нужно примерно две с половиной тысячи калорий в день то я потребляю на полторы тысячи это мы просто потолок это максимум то есть я ем один раз день на самом деле остальное время там какие-то там либо фрукты либо какие-то кусочки то есть реально полторы тысячи это прям самый максимум который я ем но при этом у меня вес стоит то есть я потребляю много энергии ем мало то есть у меня дефицит калорий но вес все равно стоит то есть видим это это и гормональная тема и из-за недосыпа потому что реально как стоит не только начать высыпаться и у меня уходит килограмм я так удивилась на самом деле и вот и я это все к чему я начала смотреть фотографии я так не нравится как я выгляжу на самом деле прям пухлая такая фотки конечно прикольные я не буду там себя оттуда вырезать или что-то там то есть понятно память как бы с одной стороны надо философски относиться что все-таки я родила недавно и это тоже имеет свое значение но прям хочется уже наконец-то сбросить этот вес то есть у меня именно больше всего неприятия из-за из-за того что я ничего не могу с этим сделать то есть обычно раньше если я видела прям себя там какой-то никакой как мне нравилось я могла легко там начать ходить тренажерный зал чаще как-то питание скорректировать и вес уходил да то есть ты что-то сделал и вес ушел и нормально а сейчас я ничего не могу сделать то есть у меня и так нормальное питание у меня дефицит калорий у меня большая физическая активность но вес все равно стоит на тренажерный зал у меня нету возможности у меня нету на это времени я не могу ни с кем оставить дань и на три часа получается потому что это надо доехать до зала позаниматься потом после него там собраться доехать до дома тучит как минимум три часа до тыс то что в самом зале но часто точно проведет полтора ну хорошо ну два с половиной часа я буду общего времени все равно у меня нету этого времени потому что дав тоже если выставлять никак потому что он остается мне тоже нужно отдыхать он спортсмен все-таки дома заниматься мне некогда тоже тоже да не спит по 40 минут всего когда мне заниматься это я успел только отренироваться а потом мне не в душ не сходить ничего то есть да не проснется, и я буду вся потная, мокрая там с ним. Как-то тоже вот не вариант. И поэтому вот у меня вот это и больше всего отчаяние на эту тему, что я ничего не могу с этим поделать. Ну, я надеюсь, я не то, что надеюсь, я знаю, что, конечно, этот период пройдет, и я обязательно эти килограммы сброшу, но сейчас прям как-то, фу, не знаю, смотрю на эти фотки и прям мне как-то это... Но, с другой стороны, я себя постоянно уговариваю, что надо к этому относиться при лососке, что это всего лишь лишний вес, это не что-то непоправимое, и, ну, просто надо дать себе время. То есть многие там говорят, я читала, что организм восстанавливается в плане веса в том числе за 8-9 месяцев, так что у меня еще пару месяцев запас есть, но я к тому, что если вы тоже недавно родили, и у вас тоже там какой-то лишний вес, надо стараться относиться к этому спокойно и просто думать о том, что все в ваших руках будет скоро, и вы сможете это уже наконец-то исправить. Вот это хотела обсудить эту тему, конечно, как-то это все грустно. Итак, ребята, мы приехали в Новую Голландию, приехали, пришли. В общем, на коляске очень сложно подъехать сюда. Как-то непродуманно это все, ну, как обычно, в общем, не удивлено. Если ты без машины, у тебя дела блоки. Сашуля, как тебе погода? Отличная погода. Да, чуть голову мне оторвало ветром вообще, все хорошо. Я отвыкла от такого Питера, если честно. А от какого Питера? Ну так. Я отвыкла от ветреной погоды. В общем, погуляем здесь. Сейчас вообще под солнцем тепло. Не было по ветру, было бы жарко даже, мне кажется. Погуляем здесь, потом пойдем куда-нибудь что-нибудь съедим. Сейчас погуляем, пока Даня не спит. Он еще не спит. Он уже на пути засыпания. Что мы будем делать с Ашулей? Я думала зайти внутрь и не зайти в какой-нибудь за идее, можно взять кофе и перейти на улице. А там можно с собой, да, взять? Естественно. Пойдем, возьмем с собой, да. И сможем все. Кроме того, о чем я подумала. А, окей. Ладно, пойдем. Смотрите, как прикольно, как микроевропка в Петербурге. Ладно, пойдем на Дамаску, да, надеть? Дамаску, да. Дамаску, да. Хорошо, она уже пошла. Да, уже пошла. С погодой у нас не очень нам повезло, конечно. Прохладно, но мы как толмушка, как обычно, замотанный сидит. В общем, мы сейчас тут посидим немножечко, попьем кофе. Я попью, как раз, Аш уже выпила свой. Потом пойдем куда-нибудь что-нибудь съедим. Долго тут особо не прогуляешь. Холодно, на самом деле. Ну, прохладно. Хотя, вот без ветра сейчас нормально, да? Без ветра вообще шикарно. Да, не было бы ветра. Ну, прям неудобно в этом пальто сидишь. Бедный маленький выглядывает. Ну, где? Давай-ка пришел хотя бы с ним. Привет, Дани. Тебе как Питер. Я бы сказал, если бы мог. Зато говорю, что у нас тут хорошо. Да, спасибо. Прикольно. Красиво. Людейшки. Если представить, что здесь еще что-то. Мы зеленые и всякие мероприятия, то вообще хорошо. Да. Как обычно, короче, нам не повезло с сезоном. Мы приедем в следующий сезон. Мне не повезло. Саша, ты везде была сто раз. Мне по жизни она не повезла с сезоном. Вот этим домам мне тоже нравится. Да, да, такие красивые. Канальчик там. Чисто питерский. Это с этой там расписывается. Нет. Ну, ладно, все. Дани. Ку-ку. У Дэшапы тут преступник. Преступник. Итак, мы вернулись домой. Невозможно было снимать сегодня. На улице был какой-то дикий ветер. Очень сильный. Было холодно на самом деле. Особенно у Исаакиевского собора. Просто очень холодно. В общем, мы особо и не прогулялись. Мы оттуда вышли из этой Новой Голландии. Нам надо было еще кое с кем встретиться. Мы не могли найти место, куда бы нам присесть. Ведь здесь все занято. Выходные. Все гуляют. Все в ресторанах. В общем, нашли какой-то ресторан. Поели там по-быстрому. Потому что Даня уже устал к этому моменту. Он там разбушевался немножечко. И все. На этом все. Я приехала домой. В общем, я устала на самом деле. Этот наш ужин импровизированный. У меня такое впечатление оставил, как будто я из тренажерного зала вышла. Прям Даня там на руках был все время. И в общем, он там разбушевался. Так не на сутку. Но все хорошо. Сейчас он чуть еще у нас полежит. Не у нас, а у меня. Полежит, поиграет. И я его уже скоро буду укладывать спать. И сама тоже уложусь, потому что я устала сегодня. В общем, какой вердикт по поводу этого... По поводу этой новой Голландии. Там прикольно, наверное, когда сезон. Потому что сейчас там ни газонов, ничего не было. Там была просто огромная толпа людей. Сильный ветер. Там прикольные заведения всякие. Тоже они переполнены. Это, конечно, не минус. Просто констатирую факт. Но, наверное, там прикольнее намного, когда, например, тепло. Там можно именно на улице, на газоне посидеть. Уверена, что там классно. Так все по-европейски, конечно. Но сегодня там просто было очень ветрено, на самом деле. Холодно. И, ну, не знаю. Я не могу сказать, что мне не пооралось. Просто так. Нейтрально. Восторга никакого нет. Ну, нормально. В любом случае, провели время хорошо с Сашей. С Сашей никогда время плохо не проходит. Поэтому... Даня, у тебя вкусный носок такой. Даня пытается съесть свой носок вместе с ногой. Ты такой сладкий. В общем, сегодняшний день на этом закончу. Завтрашний влог будет через секунду. Поэтому все. Всем до завтра. Всем привет. У нас наступил новый день. В общем, я посмотрела прогноз на неделю. Он какой-то супер неутешительный. Завтра, по-моему, будет снег или послезавтра, я не помню. И, короче, я не сдержалась и пошла, купила Дане куртку. Купила на вырост, чтобы он осенью ее носил. И вот эту неделю, пока мы здесь. Потому что я не могу, я постоянно переживаю, что он замерзнет. Сейчас я хотя бы смогу нормально из дома выбираться. В общем, купила симпатичную красную курточку. И сейчас у меня нет планов на сегодня. Я буду как бы дома с мамой отмечать Пасху. Отмечать их, не отмечать. Просто проведу время с мамой. И ничего, пока никаких других планов. Сейчас тепло достаточно. Ну, вот когда выходит солнышко, прям хорошо становится. Но с утра был сильный ветер. И прям холодно было, не знаю. В общем, куртку купила. Я спокойно теперь смогу выбираться из дома. Не думаю о том, что ребенок замерзнет. Потому что там мало того, что холодно, будет еще и дожди. А куртка такая, вроде как непромокаемая. В такой ткани с капюшоном. Но она им большая, так нормально большая. Но хорошо, как раз осенью тоже будет у него уже куртка осенняя. В Питере так много голубей. Кстати, в Ереване голубей мало, прям практически нет. В Ереване в основном у нас эти, вороны. А тут вон кто-то им насыпал овсяночки. Они кушают. Кто-то их называет крысой с крыльями. Потому что они на помойках тоже обитают. Не знаю. По-моему, вот милые. Так, у нас уже наступил вечер. Хоть и суток вокруг. Сейчас около шести вечера. У нас скоро тут в Петербурге белые ночи. Я, конечно, их не застану. Но начинаются они так, немножко заранее. Сейчас, конечно, ночью темнеет. Не так, как сами белые ночи. Но уже видно, что они совсем скоро. Через пару недель, на самом деле. Они там начинаются где-то с половины мая. И длятся, ну там, до конца июня, до середины июня. Типа того. В общем, сейчас уже вечер. Да, они сегодня вообще не в настроении абсолютно. С утра был более-менее нормально. Но вот с этой второй половиной дня он очень-очень капризный. Я не знаю, в чем дело. Работает все нормально. Живот у него не должен болеть. Опять, я думаю, на зубы. Не знаю, мажу этот гель. В общем, как-то так. Поэтому мне его даже не поснимать, ничего. Сейчас вышла в парк погулять, чтобы он хотя бы немножечко еще поспал. Перед тем, как я его буду укладывать уже. Потому что на руках невозможно с ним. Он не хочет быть на руках. Он не хочет лежать. Он не хочет сидеть. Он ничего не хочет. В общем, плакает. Плачет. Поэтому сейчас я в коляске с ним гуляю. Ну, то есть он в коляске, я гуляю. И надеюсь, что он немножечко выспится до того, как будет спать. Если это можно так сказать. Ой, солнце даже вышло. Конечно, воздух просто ледяной, хоть и солнце. Не было бы ветра, было бы вообще отлично. Но ветер есть. Погода, конечно, не радует. Завтра будет совсем холодно. А, нет, совсем холодно будет послезавтра. Ну, ничего, переживем недельку. Мне просто жалко, что именно в тот период, когда я здесь нахожусь, в короткий период времени, что здесь все вот таким образом складывается. Была бы хорошая погода, было бы, конечно, совсем по-другому. Так, мне нужно надеть очки, а то я ослепла. У меня тоже что-то, видимо, из-за переменчивой погоды. Какое-то самочувствие не очень. Я сегодня проснулась, у меня в левом глазу там сосуды все полопались. Красный прям глаз. И вот я целый день, я не знаю, как это назвать. Не то, чтобы я сонная, но просто у меня голова не варит как-то. Я какая-то прям сложно мне концентрироваться. В общем, как-то, не знаю, удаление у меня как-то-то связано. В целом, день прошел нормально. Я целый день провела с мамой. Мы сходили, вот опять же, Дане за курточкой. Приготовили мои любимые ленивые голубцы. Мама очень вкусно готовит. И да все, Пасху отметили как-то так. В общем, день подходит к концу. Я, наверное, закончу сегодняшний день на этом. Живописно в парке. Дане не буду больше снимать, потому что не хочу его мучить. Он вон засыпает, по-моему. И будет у нас влог состоять не из двух дней, а из полутора дней. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Солнце прям красота. Под солнцем, конечно, просто так приятно. Вот была бы в Питере всегда такая солнечная погода. Даже вот, не знаю, мне кажется, вообще цены бы ему не было. Тут погода реально... Я понимаю, что я слишком много о ней говорю, но она правда очень сильно влияет на настроение. Там ветер дует, я не знаю, меня слышно. Очень важно. Я это поняла только, когда я переехала. Сначала в Армению, потом вот мы на Кипре тоже жили. На Кипре тоже относительно хорошая погода. Там только зимой дождливо было. И вот зимой тоже. Вот ты просыпаешься каждый день, за дня в день. Там вот эта пасмурность как-то... В общем, это влияет все-таки на настроение. Солнце это солнце. Солнце это жизнь, как говорится. Какие-то у меня философские сегодня мысли. Там встали три женщины и смотрят на меня. Прям конкретно на меня, что я тут снимаю. Видимо, подумали, может, я звезда какая. Звезда. У звезды всего 39 подписчиков. Так-то так. Я, кстати, обратила внимание, что в Ереване, когда иду и записываю себя на камеру, на меня практически не смотрят. Это вообще, я, по-моему, ни раз не видела, чтобы обернулись, посмотрели. А когда я здесь иду, реально оборачиваются люди. Ну, пытаются, видимо, понять, кто это. Может, я какая-то знаменитость. Они там не знают, что я вообще не знаменитая. Я антизнаменитость. Ой, да, смешно. В общем, ладно. Я на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Завтра меня ждет более-менее интересный день. Я завтра встречусь еще с парой подруг. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем спасибо за лайки. Мне это очень приятно. Спасибо вам. Спасибо за комментарии тем, кто комментирует. И все. Всем пока. Всем до послезавтра. Субтитры сделал DimaTorzok